С 2016 года федеральная программа «Доступность средам» реализуется и в дошкольных учреждениях. Ее главная задача – создать равные условия обучения для всех детей, в том числе и для тех, чьи возможности ограничены. Уже есть первые результаты. Начальная школа номер три для детей с ограниченными возможностями здоровья – единственная в республике. Здесь обучаются и проходит реабилитацию более ста детей. Большинство из них имеют проблемы со здоровьем. Наше учреждение уникальное. Почему? Потому что у нас практически 90% – это дети-инвалиды. Часть из них – неходячие инвалиды. И поэтому для нас эта доступность, это, наверное, как воздух. В этом году мы открываем тоже интересный класс. Класс для необычных детей. Это дети с расстройствами аутистического спектра. И вот для этих детей мы также в рамках ремонта по доступной среде готовим помещение учебное, помещение для коррекционно-развивающих занятий, ну и, соответственно, помещение для сна. На выделенные из федерального и республиканского бюджета средства, а это более двух миллионов рублей, в учреждении проводятся ремонтные работы. Расширяются входные проемы, устанавливаются пандусы. Закупленное в рамках проекта оборудование для детей уже дает положительные результаты. У нас есть тренажер «Гросса», у нас есть тренажер «Адели», хороший заловый ФК спортивный, есть различные тренажеры. В этом году в рамках проекта мы приобрели и по тренажеру. На самом деле улучшать состояние здоровья детей. Вы не поверите, наши дети начинают ходить. Я говорю, мало того, что ходить, они начинают у нас бегать. За высокими результатами стоит каждодневная титаническая работа педагогов. Под их чутким руководством дети осваивают разные виды физического адаптивного спорта. Это дартс, боча, плавание, карате. С 2016 года в рамках проекта «Через термени к звездам» у детей появилась возможность заниматься спортом на специализированной площадке в школе и выезжать на различные соревнования. Некоторые уже мечтают покорять вершины спортивного Олимпа. Я тут занимаюсь плаванием, бегаю, прыгаю. Я хочу сейчас свою жизнь со спортом. В скором времени возможностей заниматься любимым делом станет больше. Осталось только подождать окончание ремонта. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.